Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. В это дело предусмотрена еще и целая система поощрений, например, в виде отдыха на море. О том, кому повезло в этом году, говорим с Юлией Завертяевой и Ольгой Медведевой. Расскажите, сколько вообще объединений интересных у вас в ВУЗе? Большое ли количество? В настоящее время их число 14 студенческих объединений и 8 творческих коллективов. Я думаю, сейчас многие позавидовали вашим, потому что система поощрений действительно очень хорошая. Куда ездили в этом году? Из чего, в принципе, она состоит? Что такое система поощрений в вашем ВУЗе? В систему поощрений входят поездки на крупные форумы различной направленности. А также мы стараемся сделать отдых студентов активным. Это тоже форма поощрения. Культурно-просветительские поездки тоже составляют систему поощрения. Недавно вернулись из Крыма. Об этом, я думаю, Ольга лучше расскажет. Расскажите, что там было. И вы за кадром сказали, что была уже практика поездок в Крым, но ненадолго прервалась. В 2010 году мы последний раз посетили Республику Крым. И в 2014 году мы вновь поехали большим студенческим коллективом вновь отдыхать в Крым. В прошлые годы тоже были поездки, но они были все по Рязанской области. То есть мы посещали Сумбулу. Скачок хороший. Да. И после этого мы сразу отправились отдыхать, скажем так, на море. Нам было очень интересно посетить Республику Крым. Тем более, это уже российский берег. Нам хотелось бы сравнить то, что было раньше, что сейчас. Поездка наша изначально... Мы настраивались на очень тяжелую дорогу, потому что мы выезжали на автобусе со студентами. Нас было 42 человека. Но, как и все отзываются студенты о поездке, дорога прошла прекрасно. И она даже оставила море впечатлений, потому что мы были все вместе. Кушали, как-то останавливались, проводили весело какие-то остановки, перевалы, можно так сказать. Наших телезрителей волновал вопрос. Мы отвечали, собственно, на многие вопросы. Легко ли было добраться, пробраться, перейти в паром, автобус, остановки? Долго заняло? Вот непосредственно для экскурсионных автобусов горит, можно сказать, зеленый цвет. Потому что все автобусы пропускают вне очереди. То есть, где массовое скопление людей, это и из поездов автобусы проходит. Они также проходят вне очереди. Поэтому в ту сторону мы паром преодолели за час, за один час. А в обратную сторону два с половиной часа. Но только из-за того, что у нас паром был очень большой, и его нужно было наполнить. Мы жили в частном секторе. Это был поселок Заозерное, называется, недалеко от города Евпатория. Для нас была предоставлена фазенда. И мы проживали практически одни. То есть, был дом предоставлен в наше распоряжение. Там жили наши студенты. Студенты разных, с разных курсов, с разных потоков? Да. Студенты, которые отправились в поездку, это были представители каждого факультета. Отбирались они, конечно же, по своим каким-то качествам и по своей работе в течение целого года. Тот, кто хорошо себя проявил в учебе, в спорте, в творчестве, в каких-то других мероприятиях, в волонтерской деятельности, конечно же, отправились в Крым. Они были приоритетом. И в данную поездку мы включили также социальную категорию. То есть, это студенты-сирот, студенты-инвалиды. Зачастую, когда мы отправляем студентов куда-либо, они принимают участие в каких-то концертных программах, ставят сами спектакли, номера и так далее. Здесь же ребята в основном ходили, загорали, купались, принимали солнечные ванны. И мы проводили только маленькие вечера отдыха, то есть, для собственного развлечения. Юлия, скажите, пожалуйста, когда студенты приходят к вам, ну вот они поступили, они пришли, и их сразу доводят до их сведения, что есть некая система поощрений, если будет все хорошо, то обязательно, и они узнают, что это такое. Или как-то в течение года вы за ними молча приглядываете, посматриваете, и потом как подарок. Ну вот однозначно не могу ответить на этот вопрос. У нас в университете, в работе с первокурсниками, есть своя система сопровождения студентов. И прежде чем студент освоится в университете, должно пройти какое-то время. Конечно, он обладает какими-то способностями, ему хочется где-то себя проявить, потому что много активных ребят поступает. В этих креслах было много волонтеров. Вы сказали, что есть волонтерское движение. Расскажите поподробнее. На сегодняшний день в стенах университета существует более 10 волонтерских объединений, волонтерских отрядов. То есть у нас существует пункт добровольчества, которые курируют всю деятельность волонтерских отрядов. И уже под пунктом добровольчества, его системы, входит как раз несколько студенческих объединений волонтерской направленности. Мы занимаемся очень разной сферой, конечно же. Но в основном это сопровождение каких-то крупномасштабных мероприятий в городе Рязани. И, конечно же, готовим волонтеров к этой работе. И социальная помощь. То есть вообще, в принципе, в Рязанской области развивается очень сильно социальная поддержка. Это пенсионеры, это ветераны, это приоритетом идут детские дома. То есть у нас очень много подшефных детских домов. Было на сегодняшний день их три. Это и школы-интернаты. Мы участвуем в различных социальных акциях по сбору гуманитарной помощи. Вот сейчас, наверное, да? Сейчас тоже наши волонтеры на площади Ленина тоже принимали участие. Ребята ходили, собирали гуманитарную помощь. Когда были пожары, которые были у нас в Рязанской области, эта трагедия не обошла и нас. На этой почве даже у нас сформировался экологический волонтерский отряд, где ребята выезжали, высаживали лес и так далее. Ну и, конечно же, так как у нас сейчас уже очень развернутая волонтерская деятельность, к нам обращаются все рязанские учреждения за помощью. Мы в течение года высаживаем лес, убираем территорию Рязанской области, помогаем также в проведении конференций различными учреждениями совершенно. И уже ведем свои подшефственные какие-то организации. Максимально охватили все категории, собственно. Там, где понадобятся руки. У нас даже ходят волонтеры, занимаются с детишками, тяжело больными детишками, которые находятся в больнице. Отзывы мы всегда получаем. Я могу громко так сказать за свой университет, в котором работаю, что все студенты Рязанского университета, если работают, то всегда получают только положительные отклики, отзывы, благодарности. Различного уровня мы имеем. Ну и вопрос к вам. Еще хочется добавить, что различные студенческие объединения, такие как педагогический отряд, студенческий клуб университета, они внутри своего объединения также как бы отдельную деятельность по волонтерству выделяют. То есть есть у нас уже большие волонтерские отряды при студенческих объединениях. Ну, тут самое главное, что вы прислушиваетесь к студентам. То есть то, что есть у вас хорошо, но то, что предлагают они, к чему тянется их душа, это только поощряется. Да, безусловно. Инициативы студенческие для нас очень важны. Ну и коротко, впереди новый учебный год. Прозвучали ли какие-то инициативы, которые уже на повестке дня, которые будете утверждать, и что-то новое интересное, что грядет? Ну, у нас в этом году, в конце прошлого учебного года, образовалась, наконец-то, Ассоциация иностранных студентов. Вот сейчас она начнет интенсивно свою работу. Поддержка, может быть, новых творческих коллективов, какие сейчас, возможно, будут образовываться. И поддержка тех объединений, которые существуют сейчас. В этом году у нас в университете реализуется программа лидерства по поддержке студенческих объединений. Эта программа была поддержана на самом высоком уровне, Министерством образования и науки Российской Федерации. И в рамках этой программы у нас запланирован ряд мероприятий, а также поддержка тех объединений, которые вот в прошлом году, в конце года сформировалась у нас Ассоциация иностранных студентов. И дальше поддержка тех объединений, которые существуют в УЗИ, и создание новых. Ну, тогда я с вами надолго не прощаюсь. Будет еще о чем поговорить. Нашим телезрителям я напомню, это была программа Подробности. До новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин